Муфтия Дагестана, как и весь исламский мир, осудил карикатуры на пророка Мухаммада, мир ему и благословение. В своем обращении помощник Муфтия Республики отметил, что свобода слова заканчивается там, где начинается вседозволенность. Когда затрагивается честь, оскорбляются святыни и попираются права других людей. Муфтия Республики Дагестан солидарен со всем исламским миром и решительно осуждает подобные высказывания со стороны первых лиц государства. Люди, занимающие важные посты, ответственные посты, особенно первые лица государства, не должны позволять себе глумиться над религиозными ценностями и святостью той или иной конфессии, в частности, ислама. Высказывая что-либо, апеллируя это, что человек имеет право на свободу высказывания, на свободу слова, он должен в первую очередь подумать, какие последствия это за собой повлечет. Свобода слова заканчивается там, где начинается затрагивание чести и права другого человека, свободы другого человека. Если это влечет за собой межконфессиональный конфликт, межнациональную рознь, агрессии, последствия в виде протестов и того, что сегодня происходит в мире, то такое свободное слово должно быть ограничено. Оно должно несколько раз пересмотрено. Если человек ошибся, никогда не поздно извиниться. Лидер страны, где проживают очень много количества мусульман, не глумится ли он над религиозными ценностями своих же граждан? Если, зная это, человек так осознанно поступает, есть вовсе сомнения в адекватности такого человека. Представитель муфтиата также отметил, что полемика, которая ведется в интернете, в частности в соцсетях, не должна переходить в агрессию, которая может стать причиной межнациональной и межрелигиозной розни. Должен быть добрый призыв, ведь пророк сказал, что мусульманин не порочит, не проклинает, не совершает непристойных поступков и не сквернословит. Подобного рода высказывания сопровождаются невежеством. И муфтиат со своей стороны в первую очередь призывает изучить жизнеописание пророка. И нами в этом году организовываются специальные конкурсы, где мы будем в виде конкурсов побуждать людей к изучению жизнеописания пророка Мухаммада.